Он считал, что все беды происходят с человеком из-за отсутствия знаний, и что дорога к счастью лежит через мудрость и душевное спокойствие. Еще в V веке до н.э. он заявлял, что боги смертны, а Вселенная бесконечна. И по сей день наука пользуется термином «атом», который ввел древнегреческий мыслитель Демокрит. Один из основоположников античного материализма родился на востоке Балканского полуострова в провинциальном городе Абдеры. За культурную отсталость греки называли этот фракийский город «царством глупости». Однажды, по легенде, через Фракию проходило персидское войско. Отец Демокрита, знатный и богатый человек, предложил воинам поесть. В благодарность персидский царь Ксеркс подарил ему халдейских магов, которые и стали учителями юного Демокрита. После смерти отца, получив в наследство огромную сумму 100 талантов, Демокрит отправился путешествовать. Пять лет юноша странствовал в чужих краях, изучал растения и животных, составлял географическую карту увиденных стран. В Афинах Демокрит постигал философское учение эллинов. В Египте и Персии занимался медициной, называя ее «сестрой философии». Считается, что Демокрит первым в истории европейской цивилизации занялся анатомированием дел. Истратив на путешествия богатое наследство, Демокрит не привез домой ни денег, ни товаров. Ничего, кроме собственных мыслей. По законам города Абдеры, растрата семейного состояния считалась тяжким преступлением. Соотечественники подали в суд на Демокрита. На суде он заявил, что потратил деньги не на бесплодные скитания, а на познание мудрости других народов. И в доказательство своей правоты прочел одно из собственных сочинений. Тогда сограждане поняли, что перед ними настоящий мудрец. Они не только сняли с Демокрита обвинение в растрате, но и заплатили за его труд. Причем такую сумму, которая превышала потраченное наследство. Всю свою жизнь философ занимался науками и размышлял об устройстве мира. Располагая лишь восковой дощечкой и заточенной палочкой, за много веков до того, как наука сумела заглянуть внутрь вещества, Демокрит выдвинул теорию атомизма. Он предположил, что все многообразие мира образуется от того, что в пустоте сталкиваются мельчайшие шарики, по-гречески «атомос» – неделимые. Человеческое тело и окружающие предметы, чувство радости и грусти, ощущение горечи и сладости – все это лишь вихри шариков, различных по форме и размеру. И даже душу Демокрит представлял в форме круглых огненных атомов. Самым важным и нужным делом Демокрит считал занятия науками. В то же время он с уважением относился к физическому труду и полагал, что даже бедняк или бывший раб может стать выдающимся философом. Но чрезмерная серьезность, с которой люди относились к повседневным делам, будь то приготовление пищи или выращивание винограда, вызывало у мудреца громкий смех. За это современники прозвали Демокрита смеющимся философом. Демокрит говорил, что за хорошую мысль не пожалел бы и трона персидского царя, если бы он у него был. Однажды ученый высказал совершенно необычную идею. Мы не одиноки во Вселенной. Миры бесконечны во времени и пространстве. И в каждом мире есть собственный город Абдеры и собственные Демокриты. Человеческий организм мудрец уподавлял космосу и называл микрокосмом. А богов считал смертными существами, которых полезно просить о снисхождении, а вот бояться их не следует. Демокрит излагал свои теории настолько образно и красноречиво, что заслужил прозвище «Ясный». И вместе с тем, своим образом жизни философ порой производил на сограждан впечатление сумасшедшего. Он писал свои труды, закрывшись в полутемной комнате, вдали от людей и событий. Мудрец считал, что увидеть истину можно лишь полностью отгородившись от окружающего мира. В старости Демокрит намеренно ослепил себя, чтобы глаза не беспокоили разум. Он доверял лишь интуитивному зрению ума. Ученый создал более 70 работ по философии, математике, риторике, медицине и этике. В книге о земледелии он давал практические советы. Например, что виноградники следует располагать с севера на юг, а его афоризмы популярны и в наши дни. Лучше думать перед тем, как действовать, чем после. По преданию, философ Демокрит дожил до 107 лет. О его последних днях повествует такая легенда. Почувствовав приближающуюся кончину, слепой философ, который превыше всего оценил состояние душевного покоя и гармонии, провел свои последние дни, наслаждаясь запахом свежего хлеба. Всю свою долгую жизнь он стремился к знаниям, и следовал собственному учению об эфтьюмии – благодушии, невозмутимости и умеренности. Демокрит любил повторять. «Не стремись знать все, чтобы не стать во всем невеждой». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok